Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». А за ней следует Омская область, Красноярский край и Иркутская область. По статистике в Сибирский федеральный округ переезжают в основном трудоспособные люди в возрасте от 18 до 39 лет. Их интерес к этому краю понятен. Здесь есть работа, развита промышленность и сельское хозяйство, строится новое жилье. Всего 8 сибирских регионов участвуют в программе «Содействие переселению». Мы уже рассказывали о том, что ждет переселенцев в Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, в Кемеровской и Новосибирской областях. Следующая передача нашего цикла будет посвящена Омской области. В одной из программ речь пойдет о Республике Бурятия. А сегодня у нас на очереди Иркутская область. Иркутская область занимает стратегически важное экономико-географическое положение в центре азиатской части России на пересечении торговых путей из центральных российских регионов к странам Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Общая площадь области почти 775 тысяч квадратных километров, что составляет 4,6% от территории России. Численность постоянного населения – 2,5 миллиона человек. В области сосредоточено 11% общероссийских запасов древесины. Разведаны крупные залежи золота, редких металлов, легко обогатимых железных руд, слюды, магнезита, талька, калийной и поваренной соли цветных и поделочных камней. Главной транспортной артерией Иркутской области является Транссибирская железнодорожная магистраль. По территории области от города Тайшета на восток протянулся западный участок Бама. Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы автотранспортом в большинство населенных пунктов. По территории области протекают крупнейшие судоходные реки – Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие водного транспорта, на долю которого приходится порядка 10% общего грузооборота. Воздушные перевозки, в том числе и международные, осуществляются в основном двумя аэропортами, расположенными в городах Иркутск и Братск. От 160 до 180 дней в году в регионе держится устойчивая температура ниже 0 градусов. Зима холодная, температура января от минус 17 до минус 33 градусов по Цельсию. Лето жаркое и сухое в первой половине, температура июня от плюс 17 до плюс 33, во второй половине дождливая. Главная природная достопримечательность Иркутской области – озеро Байкал, уникальный водоем, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории края расположены также несколько особо охраняемых природных территорий – Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский и Витимские заповедники. Основные промышленные центры области – столица края Иркутск, а также города Ангарск, Шелихов, Братск и Устилимск. В эфире программа «Домой в Россию». Иркутская область занимает в Сибирском федеральном округе четвертое место по числу прибывших соотечественников. Она одной из первых подключилась к реализации программы содействия переселению, рассказала нам Ольга Николаевна Пронина, сотрудник областного министерства экономического развития, уполномоченного органа по реализации государственной программы на территории региона. Иркутская область в числе 12 пилотных регионов России начала реализацию государственной программы с 2007 года. Принята она была 2 июня 2007 года. И за время реализации по состоянию на 1 сентября текущего года, общее число прибывших в нашу область составило уже 1394 человека, в том числе 866 участников программы и 528 членов семей. Из них 246 участников и 274 члена семи прибыло в Иркутскую область из-за рубежа, и 620 участников и 254 члена семи получили свидетельство участника государственной программы, уже как законно проживающие на территории Иркутской области соотечественники, то есть имеющие либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство. А из каких стран преимущественно едут к вам переселенцы? Большая часть переселенцев к нам прибыла из республики Казахстан. Это 71 семья на данный момент. Также из республики Таджикистан 47 семей, из Украины 44 семьи. По остальным это Киргизская республика, республика Молдова, Узбекистан, Армения. А есть ли у вашей программы какие-то особенности? Оказывается ли это дополнительная финансовая поддержка, помимо того стандартного пакета, который предусмотрен? Есть ли пункты временного переселения? Вообще отличительной особенностью нашей программы являются наши дополнительные гарантии. Несмотря на то, что участник имеет право на получение компенсационного пакета в соответствии с законом, переселенцам также компенсируются в рамках программы. Предоставляются меры социальной поддержки, адресная материальная помощь, детские пособия, льготное и лекарственное обеспечение реабилитированным и труженикам тыла. Предоставляются услуги по ознакомлению с историей, культурой, традициями народов, проживающих на территории вселения. Организуется повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования с полной компенсацией финансовых затрат по обучению и транспортных расходов. Предоставляются услуги учреждений дополнительного образования, таких как школы искусств, музыкальные, художественные школы. Предоставляются услуги по изучению русского языка. На территориях вселения переселенцев встречают представители органов местного самоуправления, оказывают содействие во временном жилищном обустройстве, обеспечивают предоставление всех государственных гарантий и получение социальной поддержки. То есть ведутся отечественника на протяжении пребывания на территории вселения. К сожалению, центров временного размещения на территории Иркутской области нет. Но в целях повышения эффективности реализации программы на территории нашей области и привлекательности ее как для соотечественников, проживающих за рубежом, так и для соотечественников, законно проживающих уже на территории Иркутской области, правительством Иркутской области был разработан проект областной программы в новой редакции. В новой редакции областной программы предусмотрено увеличение количества территорий вселения С четырех, которые сейчас есть, это Ангарское муниципальное образование, город Братск, Шелиховский район и Тайшетский район. Мы расширим территории вселения до 27, которые по социально-экономическим возможностям уже готовы к приему переселенцев. Объединяем эти территории вселения в три проекта, южный, западный, северный. Таким образом сможем увеличить число потенциальных переселенцев. Также новая редакция областной программы предполагает корректировку и перераспределение финансирования областной программы в целях включения мероприятия по предоставлению дополнительной гарантии участнику и членам его семьи в виде частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья до получения единовременного пособия на обустройство. Данная мера поможет участникам государственной программы, которые испытывают финансовые затруднения, оплатить стоимость временного проживания до получения единовременного пособия на обустройство. А вот сколько денег предусматривает это пособие? Ну, пока это еще не утверждено, но примерно не более 60% стоимости найма жилья. Но если судить по стоимости, то примерно 200 рублей на семью в день. То есть не более 6 тысяч. Не более 6 тысяч. То есть если квартиру человек снимает за 10 тысяч, то... То 6 тысяч ему можно будет возместить. А какие сегодня специалисты востребованы в вашей области и соответствует ли уровень заявок, которые подают переселенцы, потребностям региона? Наиболее востребованными для замещения свободных рабочих мест на рынке труда Иркутской области в настоящее время являются вакансии рабочих строительных профессий. Каменьщики, бетонщики, плотники, столеры. А также воспитатели, водители автомобилей, повара, подсобные рабочие, охранники, уборщики производственных служебных помещений. Повышенным спросом у работодателей пользуются рабочие высокой квалификации. А также специалисты, выполняющие комплекс взаимосвязанных работ. Например, универсальные электрики, электрогазосварщики, водители сельскохозяйственной техники. Среди профессий служащих у работодателей преобладает спрос на специалистов высокой квалификации, имеющих опыт работы. Это прежде всего инженеры, бухгалтеры. Кроме того, пользуются спросом медицинские сестры, страховые агенты, менеджеры. Наиболее невостребованными вакансиями являются специалисты по туризму, агенты по недвижимости, юристы со среднепрофессиональным образованием, журналисты, банковские работники, бортпроводники. Для трудоустройства участников государственной программы работодателями территории вселения Иркутской области предложены вакансии по следующим профессиям и специальностям. Это врачи, медицинский персонал, преподаватели, рабочие специалисты строительных специальностей, специалисты сельского хозяйства, механики и слесари. На сегодняшний день, по состоянию на 1 сентября, в банке вакансии Иркутской области находилось 235 вакансий. Большинство из них по профессиям медицинских работников и строительным рабочим профессиям. А какой сейчас уровень зарплат в области? Сколько могут получать медицинские работники? Среднемесячная заработная плата работников Иркутской области на 1 июля 2011 года составила 23 543 рубля. Среднемесячная зарплата в разрезе видов экономической деятельности выглядит следующим образом. Наиболее востребованной среди переселенцев, допустим, отрасль сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, средняя зарплата составляет 15 311 рублей. Добыча полезных ископаемых, например, 34 646 рублей. Производство и распределение электроэнергии 27 934 рубля. Строительство 23 260 рублей. Вот если посмотреть по вакансиям, которые предоставляют территории вселения, то здесь заработная плата врачей варьируется в зависимости от территории вселения и уровня квалификации от 5000 до 13 000 рублей. Ну и, наверное, в сельской местности менее проблематично найти жилье, и это жилье будет не таким дорогим. Ну, это зависит, конечно, от территории вселения, от наличия вакансий. На данный момент у нас в сельской местности есть возможность трудоустроиться только на квалификацию тракторист. В Тайшетском районе с зарплатой в 5000 рублей и в Ангарском муниципальном образовании требуются трактористы и водители. Но, скорее всего, это Тайшетский район, если сельское хозяйство. А сколько стоит снять или приобрести жилье? Ну, в среднем. Да, в среднем. В городе Ангарске, в частности, в Ангарском муниципальном образовании, стоимость найма однокомнатной квартиры составляет примерно 7-9 тысяч рублей, двухкомнатной 9-12, трехкомнатной свыше 10. Стоимость аренды номера гостиницы от 500 рублей в сутки. Стоимость покупки однокомнатной квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей и выше. В Шелихово примерно такие же стоимости и в городе Братске немного пониже. Стоимость найма однокомнатной квартиры 5-6 тысяч рублей, двухкомнатной до 8 тысяч рублей, трехкомнатной до 10 тысяч рублей. В Тайшетском районе стоимость найма однокомнатной квартиры от 9 тысяч рублей и выше. Стоимость приобретения жилья примерно одинаковая. А как у вас обстоит дело с детскими садами и школами? И могут ли переселенцы, которые еще не получили гражданство, ну, это где-то 1-2 месяца, да, когда они приезжают к вам на территорию, устроить ребенка в детский сад или школу? Среди переселившихся в Иркутскую область соотечественников 35% примерно составляют дети. Несмотря на то, что места в детских дошкольных учреждениях предоставляются в порядке общей городской очереди в территории вселения, соотечественникам, конечно, оказывается необходимое содействие в решении данного вопроса. У многих участников, тем не менее, дети дошкольного возраста находятся на домашнем воспитании, когда один из членов семьи трудоустраивается, а другой находится дома с детьми. Дети школьного возраста обеспечены местами в общеобразовательных учреждениях. Студенты посещают учреждения профессионального образования. То есть с этим проблем не возникало. Также с текущего года очередь в детские сады у нас общая, на все детские сады. И ведет ее управление образованием муниципального учреждения. В очередь можно встать по исполнению ребенку одного года. На текущий момент удовлетворено больше 70% заявок всех жителей муниципального образования. Но до получения гражданства участники с детьми могут встать в очередь на общем основании, при наличии хотя бы РВП. То есть получая разрешение на временное проживание, и если ребенку исполняется один год, они уже могут вставать в очередь. После получения гражданства участники могут проходить как федеральные льготники, если попадают под соответствующую категорию. Есть ли возможность у молодежи получать высшее и специальное образование? Достаточно ли у вас учебных заведений? Да, конечно. Достаточно учебных заведений. Если нет возможности поступить в университет, либо в какие-то отделения на территории, в селения, то можно в городе Иркутске. Здесь более развито высшее и среднее профессиональное образование. Поэтому можно... Ольга Николаевна, а на Ваш взгляд все-таки какие типичные ошибки допускают участники программы? И на Ваш взгляд на что они в первую очередь должны обратить внимание, прежде чем они переедут в Вашу область? Хотелось бы отметить, что приезжая на территорию Иркутской области, соотечественники и члены их семей, также наравне с коренным населением, могут стать участниками действующих в Иркутской области социальных и других программ, в частности, по улучшению жилищных условий. Но это только на момент получения гражданства Российской Федерации. Основные моменты, на которые следует обратить внимание потенциальным участникам государственной программы следующие. Участники госпрограммы, переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки. Поэтому необходимо им помнить о том, что выехав на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника, ранее, чем через два года, они обязаны возместить в установленном порядке затраты, связанные с выплатой им подъемных. Об этом необходимо помнить. Необходимо также обратить внимание на то, что предлагаемый участникам государственной программы вакансии для трудоустройства, которые указываются в анкете, на выбранной им территории вселения, резервируется сроком на один месяц. То есть, необходимо помнить, что через один месяц уже гарантии не будет. Срок установления эквивалентности документов об образовании, полученных за рубежом, составляет до полугода. До подтверждения эквивалентности дипломов, соответственно, участникам с высшим образованием не могут быть трудоустроены по специальности. Поэтому необходимо заранее направлять документы на экспертизу. Для подавляющего большинства переселенцев жилищная проблема в первое время является более острой. Более острой даже, чем трудоустройство. Типичной ошибкой участников является приезд в выбранный регион Российской Федерации без какой-либо материальной поддержки. Расчет на бесплатное жилищное обустройство. Повторю, что на территории Иркутской области нет центров временного размещения. Все необходимое содействие органы местного самоуправления совместно с уполномоченным органом оказывают, но, тем не менее, нужно рассчитывать и на собственную материальную базу. На сегодняшний день на территориях вселения областной программы аварийный жилищный фонд и жилищный фонд, требующий капитального ремонта, пригодные для создания центров временного размещения, переселенцев отсутствуют. В рамках областной программы на территории вселения оказывается все необходимое содействие не только по временному жилищному обустройству, но и также по трудоустройству, по получению социальных гарантий. Также, планируя постоянное жилищное обустройство, прибывшим участникам программы необходимо помнить, что они могут стать участниками действующих в области жилищных и социальных программ. Каким образом Вы информируете участников о возможностях Вашего региона? Где можно получить о Вас информацию? Уполномоченным органам, то есть Министерством экономического развития труда науки высшей школы Иркутской области, совместно со службой занятости населения Иркутской области регулярно проводится мониторинг вакансий для соотечественников. База имеющихся вакантных рабочих мест поддерживается в актуальном состоянии. А также вся информация о реализации государственной программы размещается на сайтах правительства Иркутской области Текущие вакансии по всей Иркутской области информация о возможности профессионального обучения размещены на сайте службы занятости Иркутской области. Все консультации по вопросам переселения в Иркутскую область и получения статуса участника госпрограммы можно получить по адресам Министерство экономического развития труда науки высшей школы Иркутской области Это город Иркутск, улица Киевская, 1, кабинет 4 Телефон код города 3952, телефон 334850, 335322, 343544 А также в управлении Федеральной миграционной службы по Иркутской области Адрес город Иркутск, улица Красноармейская, 3А, телефоны 212225 Благодарю вас, Ольга Николаевна На вопросы программы «Домой в Россию» отвечала Ольга Пронина Сотрудник Министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Уполномоченного органа по реализации государственной программы на территории Иркутской области В эфире программа «Домой в Россию» Хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что теперь ознакомиться с актуальными вакансиями которые имеются во всех регионах участников госпрограммы можно в соответствующих разделах на сайтах Минздрав соцразвития России АИС «Сотечественники» по адресу 3wais.gov.ru и Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России» Адрес 3w.trudvsem.ru Ну и, конечно же, у каждого региона участника программы есть собственный сайт с подробной информацией о возможностях региона, о ситуации на рынке труда, наличии вакансий Там же размещаются памятки участникам программы и другие необходимые сведения Адреса можно найти на интернет-форуме «Интеграция соотечественников» по адресу 3w.mefis.ru в разделе «Куда поехать?». Там есть список всех регионов и территорий вселения, а также адреса и телефоны органов, которые отвечают за реализацию программы там На этом интернет-ресурсе, созданном при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации, можно получить профессиональную консультацию представителей органов государственной власти и ценные практические советы от опытных переселенцев После окончания этой передачи начнет работу горячая телефонная линия Вы сможете задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом В течение двух часов после эфира можно будет связаться с оператором, позвонив по бесплатным телефонам горячей линии запишите номера 8 800 100 06 76 Повторю, 8 800 100 06 76 Для слушателей Украины номер 0 800 502 676 0 800 502 676 Соотечественники, проживающие в Германии могут связаться с операторами по номеру 00 800 0100 0676 А из Израиля нужно звонить по телефону 014 800 0100 0676 Кроме того, свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте на адрес домойсобакарувер.ру Кстати, на сайте Голосы России www.ruvr.ru Вы сможете прочитать все материалы, которые звучат в программе Домой в Россию Пишите и звоните нам С вами была Татьяна Соловьева До свидания Домой в Россию Программа создана при поддержке Министерства регионального развития Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова